Здравствуйте, дорогие студенты! Сегодняшняя тема лекции – информационно-измерительные и коммуникационные системы. Основные вопросы сегодняшней лекции – это информационно-измерительные системы и коммуникационные системы. Информационно-измерительные и коммуникационные системы. Вообще к важным составным частям машины с микропроцессорным управлением относятся информационно-измерительные системы, а также коммуникационные системы, состоящие из комплекса технических средств, предназначенных для передачи информации. Информационно-измерительные системы. Информационно-измерительная система включает в себе датчики – это у нас сенсоры, систему технического зрения, а также интерфейсные устройства согласования сигналов. По функциональным возможностям датчики делятся на аналоговые, цифровые и бинарные. Аналоговые датчики преобразуют измеряемую величину в аналоговые сигналы. Цифровые датчики генерируют последовательность дискретных сигналов. Бинарные датчики вырабатывают сигналы лишь двух уровней, составляющих включено и выключено. По внутреннему назначению датчики приняты делить на внутреннее и внешнее состояние. Датчики внутреннего состояния предназначены для контроля и измерения параметров управляемого технического процесса. К этим датчикам относятся, например, датчики положения движения, по которым управляется движение исполнительных устройств. Также датчикам внутреннего состояния относятся датчики, контактные датчики давления, это у нас тактильные датчики, силомоментные датчики, установленные непосредственно на рабочем органе. Например, это будет робот. Информационно-измерительные и коммуникационные системы. К датчикам положения и движения относятся, например, тахометры, патоцинометры. Патоцинометр – это датчик, преобразующий механические перемещения в напряжение постоянного и переменного тока. Тахометр позволяет определить скорость движения. Контрольные датчики могут представлять датчики температуры, давления, акселометры и т.д. Благодаря этим датчикам подается информация о экстремальном внутреннем и внешнем состоянии мехатронной системы. Осуществляется аварийная блокировка. Внешние датчики используются для получения информации о внешнем состоянии системы. Эти датчики образуют визуальные и локационные системы. К визуальным системам относится система технического зрения. Для получения зрительной информации обычно используются устройства монокулярного и бинокулярного искусственного зрения. На предыдущем слайде я вам говорила, сказала про датчиков. Датчики делятся на аналоговые, цифровые, бинарные. Как вы видите на экране. Оно делится еще на внутренние и внешние. Внутренние тоже делятся положения скорости, тактильные, силомоментные и контрольные. А внешние тоже визуальные системы и локационные будут. Локационные делятся на ультразвуковые, индуктивные и лазерные. Датчики используются для измерения состояния для объектов внешней среды, для навигации и обхода препятствий, для установления местоположения и формы объекта. В зависимости от принципа действия локационных устройств эти системы можно не разделить ультразвуковые, индукционные и лазерные. Коммуникационные системы представляют совокупность технических средств, предназначенных для перемещения информации в пространстве. Через коммуникационные средства информация о внешнем и внутреннем состоянии системы передается на управляющий процессор, а управляющие сигналы от него к системе управления исполнительного уровня. Передача данных осуществляется по электрическим и оптическим каналам или радиоканалам связи. Основным параметром, описывающим коммуникацию, является пропускная способность канала, количество информации, которую можно передать за единицу времени. Пропускную способность измеряют обычно бит в секунду. Пропускная способность канала зависит от полосы пропускания канала, уровня шума и применяемого способа кодирования информации. Полоса пропускания канала измеряется в герцах и представляет диабазон частот, который способен передавать канал с определенным максимумом затухания. Например, эта полоса пропускания телевизионного составляет 5,5 МГц. Помехи, это у нас шум, отрицательно влияют на передачу данных. Важной характеристикой, учитывающей влияние шума, является отношение средней мощности сигнала и шума, выражаемое в логаритмических единицах. Это у нас децибели. Известно оно по формуле Шеннена, который Rmax с полосой пропускания W определяется соотношением, которое вы видите на экране. Как указывалось, пропускная способность канала зависит также от способа кодирования информации. Известны два основных способа кодирования битовой последовательности при передаче информации по физическим каналам связи. Это у нас непосредственный способ посылки бит и передача модулирования по амплитуде, частоте и фазе сигнала. При этом некоторые приемы непосредственного способа посылки информации являются более предпочтительными. На практике скорость передачи информации повышается за счет увеличения полосы пропускания канала. Для передачи данных для физических каналов связи применяется витая пара, коаксиальный кабель и оптоволоконный кабель. Для коммуникационной системы важное значение имеет совместимость при взаимодействии различных коммуникационных систем и других технических средств автоматизации. В целях коммуникационной системы разработаны эталонные модели взаимодействия открытых систем. На базе модели ВОЗ, это у нас взаимодействие открытых систем, разработаны ряд коммуникационных стандартов. Так, например, обмен информации в автоматизационном производстве осуществляется на основе протокола автоматизации производства, это у нас Manufacturing Automatic Protocol, это у нас сокращенно MAP. И протокол автоматизации учрежденческих деятельностей, это ТОП, Technical and Office Protocol. Основные цели, которые последуют MOP и ТОП, это создание универсальных коммуникационных систем, представляющих возможность взаимодействия между собой, различных систем и их взаимодействие, 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 взаимодействие. В архитектуре ТОП на физическом и канальном уровне используется при передаче данных метода доступа Ethernet. Для компьютерного управления техническими средствами это у нас важное значение имеет различные техники, это локальных вычислительных систем, а также применение гибкого и стандартного коммуникационного оборудования. Сегодняшняя лекция подошла к концу. Спасибо за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok